Всем добрый суток. Вроде погода нелётная. Самолёт летит. Они на него ругаются. Гром на самолёт ругается. Ух, летит какой, да? Пошёл. Вон пошёл. Короче, нас опять заметает. Я собак, надеюсь, откопал им калитки до самой земли. Думаю, что до конца зимы хватит. Здесь тоже ворота почистил. Я остался за воротами. Смотрите, он почти на уровне груди моей. Ну вот, если подойти ближе. Ну, гром любит вот эти вот поднимашки. Всё, сидите. Не сваливайте мне! Да что ж такое-то? Сразу у них. Я тут старался, чистил, нагребал. Сейчас идёт, это, снег. Отдалбливал он, видите? День открытых дверей. Долбил лопатами железными. Чтобы этот... Тут ограничитель внизу идёт. А самые страдальные вольеры, это вот два последних. То есть они низко посажены. А чезо, каюры и шестой вольер. Ну, практически я каюры просто подолбил, чтобы точно тоже хватило. То есть, да, и... Вот. И всё. И что вы там, выясняете? Честь пришли. Хулиганьё. Вот опять быт. Опять идёт снег. Снег мелкий, но дофига. Она его подкусывает, ему пофигу. Чё ты его оставил у себя, Валерий? Подъедает. Подъедать-то нечего. Я тут из-под этого... Из-под земли вот этот лёд. Слосятина идёт с косточками. К нему пошла. Да нет у него там ничего. Так что, вот такие вот дела собак я откопал. Ну, мне калитки, главное, важно было. Остальное их не заметает. Пусть у них даже в вольере будет полный снега. А в будке будет... Просто в будке будет солома, там будет сухо. И то это будет нормально. Мне, главное, калитку удобство это открывать. А... Сами поймите. Вы посмотрите ролики всякие, как собак откапывают из-под снега. Особенно на цепях сидят. Ну, я имею в виду, может, Камчатка, Сахалин. Гром! Ты достал ломать эту миску. Ай, блин. Стойки ломаются. На! Сни. Тут стойка. Стойку ломает своим носом. Подзамороженная еда. Идите гулять. Чес, иди гуляй. Грам. Грам, иди гуляй. Ну, тоже надо взять. О. А здесь вот снегу, конечно, нормалек. Не знаю, насколько плотно. Но я думаю, что на полном приводе я все равно смогу, мне кажется, у любого. Учитывая, как я в Пеньгово, какой там я ехал. Здесь-то я по-любому справлюсь. Видите, опять на мелом. А все только было почищено. Все было почищено, опять машина заснежена. Если вы понимали. Ну вот, я чистил, убрал, чтобы дверь открывать. Капот был почти чистый. Фары. Все, я подмел ее. И утром вот так вот раз. А она не раз. Сейчас работает. Хочу салон натопить. Чтоб стекла вот эти все отошли. Вот. И нас, видите, снежок опять метет. Так что сейчас день у нас получается утро открытых дверей. Кому бог с утра подает, а мне подает лопаты и снег. Блин. Кошмар какой-то. Да, Бел? Белодонна. А мне с утра бог подает снег до лопаты. И лайк. Снег, лопаты и лайки. Вот и моя вся подача с утра. Поэтому я надолбил, чтобы не заморачиваться, не отвлекаться. Потому что в лес никак не можем с этим снегом уехать. По идее, вообще по идее, надо было попросить мне, ну просто возможности нет, трактор. Он бы сейчас вот это вдоль вольера закрыл бы, вольера, он лопатой прошел бы до земли. Один раз сгреб, и все. Мне даже тропинку не надо вот к дому, да. Надо было, может быть и надо было подумать. Даже вот трактор ездит, чистят здесь, сказать, ну-ка заедь на эти 500 рублей, допустим, ну грубо говоря, да, там, или тысячу там. Вот. Он раз бы сгреб, я вообще не заморачивался. А на это время уходит много. Территория-то, не знаю, как на видео, но тут не метр на метр. И глубина не совсем, не такая, как кажется. Ну, учитывая, посмотрите, сколько на крыше снега. Сантиметров, наверное, 40. Может и больше. Ну, 40 есть. Осадков. Ну, крыша держит. В том году я чистил, переживал. Сейчас смотрю, лаги держат. Но я не полезу, боюсь, кровля мягкая. И в тот раз я очень ходил аккуратно, ну и в баню. То потом там гвоздик отошел, потекло, там закапало. Мне приходится заделывать. Там потом эта ходьба по мягкой кровли. Дурдом, короче. И не лезу. А счистить так просто нереально. Чеза! Ты чё там шакалишь? Чеза! Всё надо проверять. Злата тапок туда унесла, полетела. А вернулась без него. Весной будете обувь собирать. Короче, доедают они голову. Надо в морг зайти посмотреть. Там вроде ещё что-то было. Погрызть. Ну, с костями надо завязывать всё. И зубанки рдык будет, и... Хотя оценки всех отличные есть. Как бы непереживательно. Ну, лучше беречь собакам зубы. Вот возня пошла. Белка игривая стала в последнее время. Это кошмар какой-то. После дома, после... Ну, потряхивать немного головой. Он её трепет, потому что... Вот. А так я сейчас... И закрою её. Домой приглашу. Пусть в тепле побудет со мной. Минут 10. От шерсти сколько дома я... Сколько выгреб. Это кошмар какой-то. Не, домой и всё. Вон, на горе. Вон, разломайте им всю кучу сейчас. Чезо так лежал, я не заметил. Чезо, охраняй. Тихо, тихо. Белка заступается. В белке игривое настроение. О, за хвостом. О, 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 о. О. Просто вот такие горы. Ух ты. Я говорю, она последняя сумасшедшая какая-то. Батарейки что ли перезарядила. Может быть, знаете, что дало? Что они дома побыли, набрались энергии. Как бы восстановили сами по себе. Ну, что они там, я их выпускал. Всё равно они гуляли часами дома. А потом их приглашал. Они со мной были, чтобы мне не скучно было. Какая-то, знаете, была эта... Скукота. Я их запущу, они со мной. Смотрим, что делают. То этому научу, то ещё. Ну, я в ТикТоке, в Инстаграме показывал там ролики. Включал там и гусей, и всё это. Вон. Вот дурдом. А тут они, видать, знаете, как перезарядились. Сейчас выйдет оттуда. Перезарядились, зарядились, и теперь готовы снова в бой. Целый месяц. До конца февраля. Сейчас мы по тяжёлому снегу шуровать. Так что, видите, какой снежок опять идёт. Ну, я калитки очень, я прям до земли. Прям вот земля, трава. И надеюсь, что у меня до конца февраля хватит просто хотя бы, чтобы калитки работали нормально. Вот они только вот последний снегопад немножко начали стопориться. А так... Короче, нормалёк всё. Всё нормально. С ним грызут, занимаются. Фигнёй занимаются они. Вот мне останется сейчас около дома опять. Ну, вот это чисто верховое почищу. Это я быстро... Здесь я заморачивался с калитками больше, чтобы заранее. Ну, потому что, видите, трава везде. До травы всё выдолбливал. Здесь очень низкий подъём. О, трава везде, видите. Вон, какие выдолбил. Каюру я уже говорил, да. Да, чисто. Она не достаёт очень, но... Всё равно. Сейчас я вам буду кушать. Я вас сейчас покормлю. Сейчас я ещё дела кое-какие доделаю по снегу. С машиной там возле дома. Сейчас я их закрою, пойду за ворота. Опять, он и ночью всю шёл, опять снег. Я не знаю, как у кого, но у меня вот так вот. Что-то там схватило, что там не было ничего. Короче, шакалят они. Вот такой вот утренний расклад по быту и дому. Территория, конечно, большая. Лопаты не осилить. Тем более одному. Так что, кто хочет дать советы, берите. Лучше на деле покажите. Берите лопаты, а я выдам. И приезжайте. Что советовать так просто давать, правильно? А так, всем всего хорошего. Всего наилучшего. Увидимся на канале. Всем пока.